так всем привет запись вроде запустилась я сегодня на киберкемпе касперского здесь такое закрытое мероприятие что записи нет все не под камеры журналистов нет вот поэтому я решил по горячим следам записать свою презентацию потому что я вроде ничего секретного тут нету опять же в телеграм-каналчике эвелионов рус проводил опрос да хотите вы это ведь не хотите за 20 реакций соглашался записать набралось уже сейчас 52 всем большое спасибо это специально для телеграм-канала управление узиимостями и прочее эвелионов рус заходите подписывайтесь ставьте лайки так сейчас я отключу камеру чтобы чтобы qr-коды не перекрывались ну и поехали название презентации 5 каверных вопросов в ларабилете менеджмент фендерам меня зовут александр леонов работаю в тинькофф занимаюсь управлением узиимостями 2009 года и у меня есть telegram-канальчик но вы об этом сами знаете скорее всего вы оттуда вот есть чего собственно возникли эти пять каверных вопросов с мероприятия aimlife прекрасная конференция управление узиимостями который раз в год проводится ну да и на самом деле на aimlife много разных выступлений но я в основном смотрю естественно про управление узиимостями чем хорошо мероприятия тоже там участвуют представители виндоров и они между собой общаются им задаются вопросы иногда каверзно иногда не очень вот и это такая площадка для общения именно виндоров вот я два раза на этом мероприятии был вот в этом году меня не особо позвали сами видите много народу вот а может потому что я конечно вопрос задаю не знаю вот но вопросы это тоже направил помимо основной программы на них большое спасибо поотвечали вот и на некоторые вопросы ушли от ответа я это разбирал подробнее можете по qr-коду зайти посмотреть собственно вот эти вопросики как видно два из них они непосредственно про качество сканирования а 3 такие сторону регуляторики но и начнем с первого база детектов уязвимости вашего веем решения доступны для изучения и на это можно сказать да доступно вот а вот можете посмотреть список цвешек которые мы умеем детектировать а можно сказать нет недоступна или там доступна только для клиентов или еще доступно какими-то ограничениями подписанием идеи и это уже не очень хорошо а зачем вообще нужна база детектор но факт в том что веем решения умеют детектировать не все возможные цвешки да не все там 200000 с лишним свежка который есть в начнем рабите дэйта беста а только некоторые набор из них вот прошлом году еще до того как тена был вышли из россии я на конференции тена был секрет дэйт вставлял доклад где сравнил база знаний не совпаду вас а пересекал эти цвешка который они детектируют с сыса киев то есть это но он всплывает волнар оберитесь воробилити которые активно сейчас эксплуатируются ну и показывал что но вот не все уязвимости которые активно эксплуатируются умеют детектировать вот эти сканеры не суп он вас но и не все уязвимости которые может детектировать бесплатный open source ный об он вас может детектировать нет ну можете перейти по qr-коду и посмотреть на это этот research mini research прошлогодний а вот то что буквально я на прошлой неделе читал это доклад ну точнее исследование компании секюрин что они делают у них есть набор свишек которые связанные с раз аварийм провальщиками и вот они посмотрели какие уязвимости средств детектирования уязвимости самые топовые до актуалис тена была рапеце он не могут детектировать и нашли 18 таких цвешек вот можете перейти по qr-коду и посмотреть внимательнее что это за сережки хочу вам хочется сказать да если информация о детектируемым сережкам будет доступна можно будет достаточно легко проводить сторонний анализ ну и подсвечивать имеющиеся проблемы если нет то это всегда такое черный ящик в плохом смысле да непонятно что детектирует а что не детектирует но и хочется сказать что молки если вы не хотите делать это публичной информации потому что считаете что конкуренты могут этим как-то воспользоваться но может быть стоит отдать это регулятором чтобы регуляторы могли каким-то образом в рамках я не знаю гипотетического процесса сертификации выберите менеджмент решений оценивать насколько база знаний адекватный ну вот вопрос второй вопрос вы готовы признать скан овал в стек в качестве эталонного средства детектирования уязвимости о чем собственно причем калерность да вот есть сканер уязвимости скан овал бесплатный графическое приложение вы его скачиваете с сайтов стека скачиваете овал контент нему запускаете его на хосте получаете список уязвимости можете выгрузить смотреть это не для того чтобы собственно всю инфраструктуру вот таким образом по одному сканить вот этим графическим приложением а потому что вы получаете набор свишек который можете сравнивать с результатами детектирования уязвимостей в том коммерческом решении которое вас развернуто если вы посравниваетесь уверяю вас что результаты вас удивят то есть обычные результаты какие-то такие совпадения по детектируемым свишкам далеко не сто процентов чем-то связано с тем что разные наборы софтов черпать софтов покрываются решениями разные детекты вот и вот совпадение на 68 процентов по свишкам это еще хорошо бывает гораздо хуже вот что с этим делать если вы придете к вендору и просто скажет вот мы по сравнивались и у нас не совпадение вендор вам скажет ну мы все правильно детектируем тески вы сравниваете неправильно и может быть даже там через черепики кинг подберет какие-то уязвимости где действительно так вот а на самом деле нужно проводить сравнение и действительно докапываться до истины такое решение сканировать лучше где желательно делать это еще при выборе он рабилити менеджмент решения и если бы скановал был эталонным таким решением официально это бы упростило эту коммуникацию с вендорами можно было говорить вот смотрите по умное решение детектирует так а вы детектируете иначе докажите что вы детектируете правильно или приведите в соответствии с талоном кажется это было бы правильно но естественно выберите менеджмент вендорам это не особо выгодно переходя к регуляторной части хочется сказать что вот за полтора года мы получили много интересных документов от регуляторов но и как и а из баки челлендж это тоже челлендж либо для варабрите менеджмент финдоров которые должны поддержать это своих продуктов либо для клиентов если они будут реализовывать это самостоятельно вот собственно перечень документов которые я подобрал турбулят буквально за полтора года относящиеся к вему вот можете перейти по qr-кодику там будет пост со всеми ссылками и с моими комментариями разборами вот можете перейти qr-коду и ознакомиться вот эти четыре документа мы сейчас несколько коснемся следующий вопрос ваше время решение реализует методику оценки критичности и уязвимости повсток или от рекомендательный алгоритм sky ну и тут можно сказать да поддерживает но тогда нужно будет узнать каким образом были решены некоторые сложности связанные с реализацией этих методик ну и или сказать нет не реализуем и тогда иметь бледный вид в этом каверзность вот рекомендательный алгоритм мкс киев который раньше всех появился но и можно сказать наиболее такой практически используем и что он позволяет делать вам позволяет решить либо мы ставим обновление и рискуем тем что вендор добавит нам недекларированные возможности либо там просто отключить какую-то функциональность или еще что не сделает злого вредного прошлом году это было довольно частое явление либо мы не ставим обновление ну и что тогда да вот мы знаем что есть уязвимость дам принимаем риски что это уязвимость будет проэксплуатировано ну то есть обновить нельзя принимать риск эксплуатации в месте казнить нельзя помилуй вот есть принципе процесс можно каким-то образом автоматизировать сам расчет поэтому алгоритму я вот это дело в прошлом году урант проект мандряет можете она гитхать найти но есть сложности потому что нужно данные собрать откуда-то да эти части данных непосредственно с уязвимостями связаны я вот эти вот данные в рамках своего консульсного проекта валуристик анализирую для приоритизации уязвимостей смотреть вот а часть связаны с инфраструктурой то есть нам нужно понимать эту уязвимость в хосте на периметры или если у нас какие-то средства защиты которые уменьшают там риск эксплуатации то есть мы должны понимать что что он наши инфраструктуры себя представляет потом нам нужно понимать разработчик по резиденты рэ это значит знать что у нас должна быть у нас должен быть перечень софта которого использовать софта который используется в организации или для каждого этого софта нужно знать вендора и для каждого вендора нужно понимать он в рф не в рф а потом это ситуация может меняться до сегодня в рф а завтра не в рф получается тоже нужно отслеживать ну и наконец тоже такой пункт это влияние на бизнес случае отказа сервиса существенно ну то есть нужно понимать что за сервиса у нас есть как они с бизнесом связаны ну то есть довольно такой сложный процесс на самом деле чтобы вот его реализовывать в рамках м решения или в рамках каких скриптов самописных переходя к методике оценки уровня критичности в стек вот этот документ чуть попозже был представлен 28 октября прошлого года что он все из себя представляет да общий риск он считается из двух компонент первый зависит от cvss а а второе зависит от инфраструктуры вот говоря о себе сессии нужно сделать акцент что не только от cvss base metric вот который можно взять из мвд как есть но и от временных и контекстных контекстных то есть temporal и environmental что это значит это так как cvss да это там результат заполнения опросника некоторого то получается вот для temporal и environmental тоже нужно каким-то образом заполнить этот опросник либо автоматически либо вручную следующий момент в методике прописано что нужно не cvss версии 3.0 версии 3.1 а у нас не у нас штата будет представлена cvss версии 4 вот в конце этого года и там достаточно много чего изменилось некоторые поля были добавлены некоторые поля были убраны все весы с бейс метрики тоже там изменились вопрос такой но то бы надо будет ли придется ли нам поддерживать все весе с версии 4 но пока вот мы в россии до переходили поддерживать эти стандарты для приоритизации как вот они как есть так мы их и поддерживали то есть и оформляли это виде каких-то наших внутренних стандарт вопрос нужно ли это делать для 4 севеса но мое мнение что вообще не нужно потому что у cvss есть проблемы то это заполнение опросника ну достаточно субъективное что cvss версии 2 3 4 несовместимы между собой если вот в нвд посмотреть там есть уязвимости только со второй со второй и третьей векторами cvss нами либо только с третьими добавится 4 но вот еще больше не разберись и будет вот хотим ли мы туда 10 нужно ли это кажется не особо и качестве альтернативы можно было бы сделать какой-то а-ля русский cvss который собственно я там предложил в рамках своего проекта асока то есть по сути это cvss base оставить версии 3 а эксплуатабельность и инфраструктурную часть сделать так чтобы это было удобно эксплуатабельность сделать сделать упростить инфраструктурную сделать как это сейчас стоит хочет вот можете по qr-коду перейти и там подробнее почитать ну собственно вот про инфраструктурную часть как она сейчас есть в методике оценки уровня критичности в степ что там требуется да по сути нам нужно понимать уязвимый актив это что да какой это тип да это диск топ это там сервер это сетевое устройство вот этого нам нужно понимать вот какое количество активов этого типа уязвимы ну то соответственно нам нужно сделать полное покрытие всей структуры детекторы чтобы начать нормально приоритизировать а уязвимости по вот этой методике ну и наконец нужно понимать доступность активов на периметре ну то есть на периметре хост соответственно уязвимость или нет доступны это это уязвимость для эксплуатации на периметре ну собственно так вот это в документе выглядит есть параметр нужно выбрать его значение и от этого получается цифер который учитывается форму в зависимости от общей критичности предлагаются ограничения по времени исправления либо 24 часа либо семь дней либо четыре недели но мало того что нужно устранять эти уязвимости нужно проверять обновление вот то есть если уязвима зарубежная по или по вас открытым кодом нужно проверять обновление в соответствии с методикой тестирования обновлений которые мы сейчас собственно и переходим вопрос рекомендуемые обновления проходят тестирование по методике в степ в чем здесь вот мы просканировали на уязвимости вот там нашу инфраструктуру и там в описании уязвимости есть ссылка на обновление который эту уязвимость исправляет вот вопрос когда вендор дает вот эту ссылку он отвечает за то что она была протестирована по методике сты ну скорее всего нет потому что все такие проверять это очень трудоемко но все равно это делать нужно если это не делает сам вендор значит это делает должен делать сам клиент а делать это довольно трудоемко потому что если почитать методику там есть тест 006 это самое там соответственно есть еще пять более простых тестов вот а шестой наиболее сложный включая статический динамический анализ исследование с помощью отлащик отладчиков и трассировщиков ну как бы сами видите что каждое обновление каждого линуксового пакета таким образом проверять довольно сложно не говорят всегда ли это нужно делать в одном месте написано что вроде как не всегда а только когда предыдущие способы более простые нашли что-то какие-то подозрения на что действительно тузимость может быть критичный а в другом месте написано что если у вас по с открытым кодом вот вывод возможности установки обновлений безопасности формируется на основе и вот в том числе ручной анализ обновлений безопасности ты мой ночью вроде как всегда как на самом деле сказать не берусь и методологи решают но сами видите что написано другой стороны если обновление находится на сайте в стреке на сайте в стек есть раздел тестирования обновлений где вы можете посмотреть результат тестирования обновления для различного пола в основном по microsoft но вот как видите есть там пакет обновлений для майску или то есть она расширяется и если сейчас поставить фильтры если какие-то проблем с обновлением слава богу пока еще ничего не даты из такого ну и наконец хотелось бы перейти к последнему вопросу ваше время решение позволит построить процесс управления уязвимостями в соответствии с руководством стек кто не читал руководство всячески рекомендую очень интересное место документ который очень подробно описывает каким образом может быть построен процесс управления уязвимостями в органе организации вот он состоит из пяти этапов мониторинг уязвимостей оценка их применимости от оценка уязвимостей определение методов приоритетов устранения устранения уязвимостей контроль устранения уязвимостей и в пятом же пункте есть еще процесс который позволяет процесс управления уязвимостями улучшать вот здесь хотелось конечно целиком не будем его разбирать вот хотелось бы обратить внимание на следующее что непосредственно детектирование уязвимостей это вот этот небольшой прямоугольничек снизу он необходим для того чтобы понять какие у нас хосты уязвимы или того чтобы проверить что уязвимость была в конце исправлена вот собственно есть все место детектирования уязвимостей все остальное она не непосредственно и детектора это и ну кажется что это довольно плохо потому что я бы добавил туда контроль адекватности детектирования вообще уязвимостей и контроль того что мы покрываем всю инфраструктуру но непосредственно это не прописано в основном упор делается на что на то что уязвимость релевантно нерелевантно если уязвимость релевантно то она должна быть исправлена либо в рамках срочного процесса пожарного либо в рамках регулярного процесса и тут хотелось бы обратить внимание на вот этот абзац в котором написано что вот эти вот решения до в рамках такого процесса мы исправляемся и релевантная роли или нерелевантно уязвимость мы делаем его не однократно вот мы то есть это не окончательное решение необходимо проводить постоянную непрерывную актуализацию сведений об уязвимостях и объектах информационной системы то есть если уязвимость была признана не актуальна для нас до необходимо постоянно перепроверять а сейчас она не стала актуальна из того что в уязвимости поменялось описание или наша инфраструктура таким образом поменялось что вот она стала актуальны вот и если что-то поменялось необходимо корректировать способы устранения уязвимости вот это в принципе говорит о том что вручную делать такой процесс как минимум очень сложно поэтому должно быть какая-то автоматическая система автоматизирована которая проводит вот эту актуализацию и грубо говоря перетаскивает уязвимость из задач на регулярное исправление в задачи на пожарное исправление мы также хотелось бы отметить что в этом руководстве естественно есть указание на методику оценки уровня критичности программных и программно-аппаратных средств которые мы ранее разбирали вот если вы руководству поддерживать руководство это тоже должны поддерживать и также вот тестирование обновлений также должно проводиться при помощи методики тестирования обновлений безопасности программных программно-аппаратных средств поддерживать руководство соответственно и методик тоже должны поддерживать еще раз хотелось бы показать вот этот слайд со всеми документами еще раз показать qr-код куда можете перейти читать описание разборы скачать документы ну а если есть вопросы то пишите пишите есть англоязычный чат и веленов чат пишите комменты в контакте в телеграме моменты отключены в ивели он of rose вот ну или в личку пишите буду рад пообщаться на эту тему всем спасибо всем пока